Всего с начала пандемии в Ненецком округе подтверждено 274 случая заболевания коронавирусом. 224 человека полностью излечились от инфекции. 82 из них за последние сутки. Впрочем, на шести нефтяных месторождениях сохраняются очаги заболевания коронавирусом. Плюс к этому многие жители региона начинают возвращаться из отпусков. В этой связи принято решение продлить режим повышенной готовности в Ненецком округе, чтобы в августе не допустить вспышек инфекции. «Коллеги, для нас сейчас самое главное не допустить никаких вспышек инфекции, чтобы 1 сентября школы открылись и дети пошли в школы и детские сады. Это очень важный момент. Я думаю, Наталья Вячеславовна поддержит нас, что мы все хотели бы, чтобы учебный процесс начался полноценно с 1 сентября». Без изменений остается решение Роспотребнадзора по открытию бассейна. Хотя запрос на открытие данного учреждения – один из самых популярных среди жителей округа. На втором месте – запрос на открытие кинотеатра. «Моя позиция по бассейну пока категорическая нет. По кинотеатру, я уже озвучивала, надо смотреть схему вентиляции этого здания. Ко мне с этой схемой никто не обращался. Вы принесите, покажите, мы посмотрим, если она отдельная, проблем не будет никаких». Поручение в оперативном порядке предоставить схему вентиляции кинотеатра в Рио губернатора Юрий Бездудный дал руководителю департамента образования, культуры и спорта. Ещё одно поручение, данное Антону Пустовалову – активизировать работу волонтёрского штаба. На это также есть запрос жителей.